Вот вы можете заснять вот эту даму с темными волосами. Сейчас она какие-то непонятные отчеты делает. Смотрите, пожалуйста, для отчета, где повар, передаются сведения, все наши сказали. Вот передаются сведения. Это титушка из серии «Таскаться по всем пикетам и митингам по образованию». Понимаете, у меня пишут, да? Да, я записываю. Понимаете, дело в том, что мы выступаем за правду. Мы родители, мы видим глаза наших голодных детей. Голодные дети все в 17.00. Это непорядок. Так нельзя просто поступать. Нельзя никого не спрашивать. Они взяли и навязали нам. Вели нас в заблуждение, во-первых, что мы не имеем права об этом ничего говорить и поднимать этот вопрос. А мы считаем, мы имеем право. И в законе мы имеем право. Не надо нас вот так вот просто издеваться над нами, понимаете? Вот, присылать всяких провокаторов нам. Мы все равно будем отстаивать свою правду, потому что мы мамы. Законные представители наших детей. Мы будем добиваться уплотненного полника. И то, что они сейчас хотят нам еще 50 грамм муки в муке прибавить, это просто будет издевательство, понимаете? Они не хотят нам прибавлять продукты, которые стоят дороже, чем капуста тушеная, тушеная свекла. То есть, понятное дело, это дети не едят. Даже об этом знает поставщик, знают воспитатели, что едят, что не едят. И каждый год у нас такое меню с таким ужасным разнообразием. Причем нам, опять же, каждый год доказывают, что у нас самое лучшее меню, что разработали его технологи. Роспотреб утвердил. Ну как так? Нас вообще не слышат. Не слышат. Разговариваем с поставщиками. Должен поставщик не слышат. Он не знает, что ему делать. Пока там наверху все не решат добавить, например, еще одну печенюшку к меню, никому не добавят. Тогда наши права. Какие наши права? Хлеб таскать мы не можем, бутерброды не можем. То есть, нас вообще связали. Мой личный ребенок. Вот сейчас он сидит неделю дома. И он говорит, мама, я отказываюсь ходить в детский садик, я там голодный. Скажите, пожалуйста, а вот вы не считаете, что раз прислали, сюда провокаторов, то вы действуете достаточно эффективно. Вас уже начали бояться. Я, вы знаете, мне кажется, что когда говоришь правду, всегда появляются провокаторы. Правду слышать никто не хочет. Вот поэтому, ну и пусть они тут будут. Ну и что? Вот стоят отчитываться, как мы тут все рассказали. Но это же правда. И каждая мама, которую напечатают в газетах, посмотрят в СМИ, что вышли на улицу. Ведь посмотрите, ни одно СМИ к нам не приехало в детский садик за связь мужик. Почему? Все только... Знаете, что у нас все эти сады? Все только говорят в правду, правду. Ну, мы не в СМИ к нам не приехали. Мы здесь все, как если я хочу сейчас загонять. Вот я тоже. У нас уже нет. Воспитатели одна следит за этим 10 детьми. Вот. Другая воспитатель бежит за котлетами. Понимаете? Это просто издевательство. Я считаю, что так нельзя. В итоге группы смешиваются. А самое ужасное, если мама приходит собирать ребенка в 19-ю ноль, который, да, поужин, она вынуждена его одевать в мокрую одежду, потому что сбивается прогулка. Вот это вот, кстати, упустили момент, не сказали, да? Сбивается прогулка. То есть дети, получается, они отгуляли, покопались в снегу. Вот. Мы приходим в 7 часов забирать, потому что я прихожу по-разному. Я прихожу в 17-ю ноль, в 19-ю ноль ноль. Когда я успеваю, как сработает? Что у меня там сработает? По каким часам? Вот. Когда забирает бабушка. Я вынуждена одевать ребенка в мокрую одежду. А раньше я его собирала с прогулки. Сытого, хорошего, с красными щеками и с улыбкой на лице. Сейчас он говорит, мам, забери меня сразу после полдня, а то он меня опять скрутит в живот. Ну что это такое? Это просто издевательство. А на эту мокрую одежду нам говорят, ну вы купите второй комплект одежды и принесите ее. Где я должна сейчас взять из бюджета минимум 5 тысяч рублей на нормальную финскую одежду или какую-то еще одежду, неважно, каких марок, чтобы она не промокала, чтобы была комфортной и теплой. И тем более в этот маленький шкафчик, куда я должна делать второй комплект одежды. Нет, вы представляете? Это, я считаю, это издевательство. Это надо пресекать. Это не только издевательство, понимаете? Это выгода, это же очевидная выгода. Конечно, легче всем дать по баранке, а 10% остальных кормить мясом. Но неужто это непонятно? Неужто они думают, что это родители не увидят это? А потом, опять же, все эти торги, все эти цены, все эти завтрака, полдник, обед, эти цены вы в любом, каждый человек может эти цены открыть и посмотреть. И почему, опять же, полдник стоит 45 рублей, блинчик, а мясо стоит, мясной ужин стоит 40 рублей. Но это явно, понимаете? Это явное безобразие. То есть вы считаете, что все-таки они на питание детей воруют? Ну, я не говорю слово воруют, я не говорю. Я считаю, что идет непонятно, нецеленаправленный бюджет, да, бюджет не идет. Понимаете, система детских садов должна работать на ребенка. Мы ведем ребенка, она работает на нас, на моего ребенка. Работает питание, правильно? Воспитатель работает на моего ребенка, чтобы ему было хорошо и комфортно. А тут, получается, все от моего ребенка. Все сняли от моего ребенка. То есть питание урезали, значит, прогулки урезали. Чуть что он мокрый, значит, если у него заболел зуб, голова, нету медсестры, понимаете? А почему нет медсестры? Я же говорила об этом, что когда всех перевели... Объединили. Всех объединили, да. И то есть у нас сейчас по факту медсестра к поликлинике прикреплена. Что мы получили в итоге? Что она по полставки два раза в неделю. А как я, я не знаю, мне ребенку говорить, если что-то у тебя болит, у тебя должно быть только по вторникам, чтобы была медсестра, понимаете? А если вдруг травма у ребенка? Если вдруг травма, что делать? Воспитатели принимают решение. Они вызывают либо скорую, либо сами перекисью дергают мамы. Мам, понимаете? И пока я еду с работы, я должна переживаться, что там у него царапина, не царапина. Потому что у нас воспитатель тоже, знаете, он же не медик-воспитатель. Они не заканчивают все мед... Они же не медработники, чтобы разобраться, как там травма головы, например, или плеча. Правильно? Они видят синяк, они его помажут. А дальше они ждут маму. А за это время может что угодно произойти. Вся система вот эта, как она только начиналась переводиться, то, что отдали кухню поставщику, пищеблок, да, он теперь сам там хозяин. Говорили, что все будет замечательно, у вас будет разнообразное меню. Ничего такого нету. Стало хуже. Поставщика мы не контролируем. Они говорят, вступайте, пожалуйста, на контроль. Мама, вступайте сами, делайте медицинские книжки. Я вступлю. Хорошо, спасибо. Но где люди, которые за это получают прямую зарплату? Вот, понимаете? То есть контроля нет. Значит, счетчики непонятно где. Завхоза нет, никого нет. Завхоза нет, никого нет. Опять же, все, кто моет полы, всех перевели тоже в отдельную организацию. Они к детсаду не принадлежат. Если неплохо помыли, плохо постирали белье или что-то еще. Все претензии, значит, фирмы, которые это держат. Выписываются претензии, дальше продолжается одна и та же система. Пошла дальше. Ничего не меняется. Нет никакого сильного действующего контроля. Раньше было, я считаю, что раньше было, когда повар был, принадлежал, да, ну, как бы детского садика, когда он отслеживал поставки, мог сразу жаловаться. Сейчас куда повар побежит? Жаловаться своему работодателю, что там мясо не довезли? Конечно, он этого не сделает. Из-за этого и привозят фрукты. А как и обычная машина, она может поступить в 5 часов утра, в 6 часов утра, когда никого нету, и на приемке только, например, один человек опять же из этой команды, который вроде как пересчитал, а что там как, дошло, не дошло, мы не знаем. И это не контролируется. И вот эта сама система образования, все, оно рушится, понимаете? Рушится. Даже вот эти школы переведены уже на вот это вот питание, подогрев. Раньше же были повара, правильно? Мы же все помним свое детство. Повара, которые Марья Ивановна там, повар, она готовила все. Можно было купить булочку, да, хорошую, которую только что сготовили. Сейчас это все привозное, невкусное. Дети вынуждены. Вот знаете, мне страшно. С 1 сентября идет мой один из двух детей идет в школу. Я уже готовлю, значит, у меня должен быть латчбокс, потом у меня должен быть чай. У меня, у ребенка, который идет в школу, у него все должно быть с собой. Потому что я уже интересуюсь у мамы. Говорю, ну как ребенок там? Ой, есть там не может, значит, продукты никакие. Понятное дело, что одно, когда готовят при тебе, это вкусно, да, еще если учесть, если это качественный продукт. А другое дело, когда привезли подогрев трехнедельные макароны, которые, ну, мы все когда-нибудь летали в самолеты. Да, мы знаем, что такое пилот питания. Правильно? Трехнедельные макароны, которые это все герметика, да, вот это и дают. Естественно, ребенок будет вливаться. О чем они думают? О чем? Вот. Не думают. Редактор субтитров А.Семкин